Благословен Царь Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Шестая неделя Великого Поста заканчивается в воскресенье великим церковным праздником – входом Господнем в Иерусалим. Христос направлялся в Иерусалим, чтобы исполнить обетование о Спасителе мира, данное Богом первым людям в раю. Еврейский народ ожидал Мессию на протяжении долгих тысячелетий. Земное служение Христа близилось к завершению. Приближался час Его великих страданий и крестной смерти ради спасения всего человечества. Накануне празднования Входа Господня в Иерусалим, в субботу, Церковь вспоминает удивительное событие евангельской истории – воскрешение Лазаря Четверодневного. Иисус Христос воскресил Своего друга Лазаря, который уже четыре дня лежал во гробе. Это чудо за несколько дней до Своей смерти Христос явил не случайно. Он знал, что наступают Его последние дни. Знал, что многие отрекутся от Него, желая укрепить веру Своих учеников, даровать им упование на жизнь вечную, Господь являет Свою божественную силу, которой повинуется смерть. Чудо воскрешения явилось прообразом грядущего воскресения Христова, а вместе с тем и последующего всеобщего воскресения мертвых при втором пришествии Спасителя на землю. Из Вифании в Иерусалим Господь отправился верхом на молодом осле. Множество народа вышло навстречу Ему, восклицая «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Люди снимали с себя одежды и выстилали путь Спасителю. Другие срезали пальмовые ветви, несли их в руках и бросали по дороге. Народ окрылило чудо воскрешения Лазаря. Люди были готовы верить, что перед ними действительно Мессия, о Котором возвещали пророки, Спаситель, Который придет, чтобы избавить еврейский народ от рабства и власти иноземных царей. Однако мало кто, из встречавших Христа хваленными возгласами на дороге в Иерусалим, был готов принять истинное спасение. «Которое принес людям Господь, избавление от рабства греха и смерти». Не все смогли принять эти дары божественной милости и уразуметь, что не для земного царствования пришел Господь. «Пройдет совсем немного времени, и восторженная Асанна сменится жестоким и беспощадным «Распни его». Приблизившись к Иерусалиму, Спаситель заплакал о Святом Граде, ибо знал, что народ отвергнет Сына Божия, источник вечной жизни, «А город будет разрушен». Православной Церкви праздник Входа Господня в Иерусалим называется еще неделей Вайей. От обычая встречать этот праздник с ветвями финиковой пальмы – варьи. В России пальмовые ветви заменяются вербой, а сам праздник называют еще вербным воскресением. В этот день православные храмы переполнены народом. Люди стоят, держа в руках вербы и зажженные свечи, чествуя великий вход Царя Славы на вольные страдания. Молящиеся встречают грядущего невидимого Господа и приветствуют Его как победителя ада и смерти. Как для Иисуса Христа этот день предваряет Его крестный путь, так и для всех православных христиан Он предваряет дни особо строгого поста и молитв. Священные дни Страстной Седмицы, в которые мы вспоминаем страдания Христова. Великий пост подходит к концу. Это благодатное время переживается человеком по-особому. Оно измеряется необычными делами и заботами, а теми событиями, которые совершаются в Иерусалиме. Каждая минута, каждый час приближают нас к главному событию человеческой истории, Светлому Христову Воскресению. Днесь благодать Святаго Духа нас собра и вси вземши крест твой глаголем. Благословен гряды во имя Господне, а санна в вышних. Светлому Христову Воскресению. Светлому Христову Воскресению.